Всем привет! Сегодня у нас в обзоре цифровой мультиметр PIGMETER модель PM18A. Конструктивно мультиметр выполнен в таком стандартном корпусе из плотной темной пластмассы, вокруг которой надевается съемный чехол из мягкой пластмассы, резиноподобной, для защиты от ударов и падений. Корпус имеет утончение небольшое в районе переключателя, что позволяет удобно его держать рукой. На передней панели, кроме большого экрана, находится группа функциональных кнопок, переключатель режимов и блок входных гнезд. Общее гнездо для всех видов измерений. Измерительное гнездо для измерений емкости, напряжения, сопротивления, практически всех видов измерений, кроме токов. С левой стороны два токовых гнезда на 10 А и мили и микроампер. Токовые гнезда защищены предохранителем, соответственно, на 10 А и на 600 милиампер. С тыльной стороны мультиметра мы видим откидную подставку и отсек для батарей, которые объединены в один конструктивный узел. Отсек для батарей содержит в себе 4 элемента питания типа АА, общее напряжение 6 Вольт. Такие батареи позволяют долгое время работать этому мультиметру без замены элементов питания. Здесь хочу обратить ваше внимание на вот эту металлическую втулочку, в которую вкручивается винтик крепления батарейного отсека. Таким образом проблем с закручиванием не будет. В нижней части корпуса мы видим также светодиод, который выполняет функцию фонарика. Включается он одновременно с подсветкой экрана. В торцевой части корпуса датчик бесконтактного определения высокого напряжения. Есть здесь такой режим. По особенностям конструктивным практически все. Здесь еще можно отметить наличие светодиодного линейного индикатора на 6 светодиодов. Важной особенностью этого мультиметра есть высокая разрядность АЦП, которая составляет 6000 единиц. А также возможность или способность измерять истинное среднеквадратичное значение, или другими словами, TrueRMS. И это позволяет этому мультиметру измерять напряжение и токи любой формы, а не только синусоидальные. Так, теперь посмотрим, какие же здесь есть режимы. Значит, первая измеряемая величина – это, собственно, детектор высокого напряжения, который работает бесконтактно с помощью вот этого датчика. Сейчас мы проверим, как это функционирует. При поднесении к датчику провода, в котором протекает переменный ток, мы видим, включается световая индикация. Здесь в качестве световой индикации используется 6-сегментный линейный индикатор. Кроме того, включается звуковой сигнал. Таким образом, можно детектировать высокое напряжение переменное дистанционно. Ну, как мы здесь видим, расстояние, с которого начинает действовать порядка 2-3 см. Так, следующий режим – это измерение напряжения постоянного переменного. Здесь под режимы выбираются кнопкой SEL. Таким образом, при включении переменного напряжения дополнительно появляется возможность включить режим измерения частоты и скважности. Диапазоны измерения напряжения следующие. Постоянное напряжение от 600 мВ до 1000 В. с разрешением от 0,1 мВ до 1 В и погрешностью 0,5%. Переменное напряжение у нас измеряется в диапазонах от 6 В до 750 В. С разрешением от 1 мВ до 1 В с погрешностью 0,8-1% в зависимости от диапазона. При включении следующего режима у нас есть возможность выбрать либо это прозвонка низколомных цепей со звуковой и световой сигнализацией, либо это прозвонка полупроводниковых переходов. В режиме прозвонки полупроводниковых переходов у нас подается на измерительные анезда ток порядка 1 мА. И при этом мультиметр меряет напряжение до 3 В. Таким образом можно оценить падение напряжения на переходе. В режиме прозвонки включается предел 600 Ом. И при замыкании щупов, соответственно, включается звуковая и световая сигнализация. Вот здесь мы можем оценить скорость срабатывания этого звукового светового сигнала, то есть практически мгновенно. Измерение происходит с небольшой задержкой в пределах доли секунды. Следующий режим – это у нас режим измерения сопротивления. Мы можем его протестировать с помощью магазина сопротивлений, который у нас имеется. Вот в данном случае подключено сопротивление в 1 мегом. 100 кОм. 10 кОм. 1 кОм. То есть мы видим довольно точно. Измеряет этот мультиметр. Нужно отметить, что сопротивление измеряется в диапазонах от 600 Ом до 60 Мегом. Пределы, как и все остальные режимы, выбираются автоматически. Дискретность измерения от 0,1 Ом до 10 кОм в зависимости от диапазона погрешности 0,8-1,2%. Следующая измеряемая величина – это ёмкость. Ёмкость измеряется в диапазонах от 6 нФ до 100 мФ. С дискретностью 1 пФ на диапазоне 6 нФ и до 10 мКФ. Дискретностью на диапазоне 100 мФ. Погрешность измерения ёмкости 4-5%. Следующая измеряемая величина – температура. Температура измеряется с помощью выносного датчика, который идёт в комплекте. Мультиметр позволяет измерять температуру от минус 20 градусов Цельсия до 1000 градусов Цельсия с дискретностью в 1 градус. С погрешностью плюс-минус 1%. При желании можно переключить единицы измерения на фаренгейты, нажимая кнопку Sell. Следующая измеряемая величина – это частота или скважность. Следующие – токи. Токи – постоянные, переменные. Переключение постоянного переменного режима измерений производится нажатием кнопки Sell. В режиме переменного тока можно включить под режим измерения частоты либо скважности. Два предела микроамперы и миллиамперы производят измерения с отдельной клеммы – миллиамперы, микроамперы. И для режима амперы, значит, своя клемма – 10 ампер. Диапазон измерения токов от 60 микроампер до 10 ампер с разрешением в 0,01 микроампера до 10 миллиампер в зависимости от предела. И погрешностью от 0,8 до 1,2% для постоянного тока и 1,5% для переменного тока. В комплект вместе с мультиметром входят вот такие измерительные щупы. Провод довольно толстый, но при том мягкий. Входит также датчик для измерения температуры этой термопары АК-типа. Вот. Ну, необходимо отметить, что с помощью этой термопары можно измерять температуры до 250 градусов. Или, если кратковременно, до 300. Но это связано с конструктивными особенностями вот этой термопары. Она не позволяет долгое время выдерживать высокие температуры. Вот. Ну, и еще надо отметить, что мультиметр комплектуется также вот такой упаковочной коробкой. Вот. Ну, и на этом все. До следующих видео. Продолжение следует...